всем доброе утро ребята едем опять на уценка ставим бусик на учет посмотрим как там все поменялось где прошлый раз мне написали место бензинового мотора дизельный мотор будьте всегда внимательны проверяйте документы так вот что хочу сказать ребята собираемся в поездочку все-таки опять литва нравится мне литва вот я ее ассоциирую с масс голландии только она русскоговорящие чем она отличается про архитектуру упустим конечно но в плане выбора автомобилей ребят гораздо удобнее потому что вот ребята звонили с голландии пересмотрели несколько машин нарвались на трубаки как они сказали и едут пустые обратно вот такой замечательный бусик уходит белую церковь 210 пробега оригинального все идем на уценка ребята ну что друзья как вам очередь я в шоке от самой двери до автомата я специально этот раз сниму процедуру в литве попробую разложить по полочкам как там что нажимать для того чтобы наши чиновники не изобретали велосипед или у меня такое чувство что они делают это все специально ну вот просто специально не ушли неужели так нажатие там справка судимости все и у тебя талончик с номерком и не надо туда вводить какие-то данные какие-то фамилии зачем потом все равно у тебя смотрят документы тебя все проверяют сильные мира сего тут не стоят это все сделано для простых людей либо они обращаются к решалам ну либо hello иван петрович надо загранпаспорт полчаса сделаем 1302 и мы стоим только вот в очереди уже час как минимум не можем заехать дурик вообще когда была реформа как красиво нам говорили 40 минут прямо аж даже я знаю один чиновник спорил говорит спорим будет 40 минут сейчас пойдем к автомату посмотрим что там извинилась смотрю ситуация за за кордоном вперед о тут убрали перерегистрация куплю продажи фамилия перед постановка введите державный номер вперед колер вперед марка бачите скидки лично черга залашилась получается там где я указал пальцем на лишний цвет номер машины это все там убрали то есть для регистрации за границей стало легче а если вы с регистрацией в украине вы весь этот бред остался который собираете самые чередя то бишь я понимаю очередя им нужны если не будет очередей не будет работать для решал понимаете вот поэтому поэтому искусственно создаются очередя на таможне искусственно создаются через здесь поэтому сервисы настоящего европейского нам еще видят ребята не скоро пока это власть у власти потому что я считаю что все сверху а так они вальяжно себя ведут мало того я вам хочу сказать что раз девушка вертела крутила мой техпаспорт ну прям видно что хочет придраться сегодня парень там печать слюнявил ну скоро летим в литву всем пока